И он будет обеспечивать 469-й час, 5 миллионов квадратных метров жилья. 5 миллионов квадратных метров жилья – это как город Нижнекамск. Одна котельная Азина сейчас обеспечивает теплом такую площадь, рассказывают Рустаму Миниханову. Ее ввели в эксплуатацию еще в 1987 году. Через 7 лет заработал второй котел. Микрорайон Азина бурно рос, а вместе с ним и потребность в новой котельной. Ее ввели в эксплуатацию практически только что, с началом нового отопительного сезона. Мы эту котельную как раз успели для тех, которые в этом году осень у нас просили тепло. Вот эти две площадки, на него уже заключены договора, мы как раз успели, а он как раз и попробует. Лишнего запаса на дальнейшее расширение пока нет. Обсуждали, каким образом еще можно расширить данную котельную, чтобы осваивать другие площади на Дель-Кутуэ, на Родина и так далее. Модернизированная котельная позволила на треть увеличить выработку тепловой энергии и продолжить застройку. Котельная в Азина обеспечивает теплом микрорайоны Азина-1 и Азина-2, где проживает порядка 160 тысяч человек. Специалисты говорят, что к 2025 году тепловая нагрузка увеличится на 100 гигакалорий. Опережая строительство новых домов, увеличили и мощность самой котельной. Данная мощность позволит дополнительно обеспечить порядка полутора миллионов квадратных метров строящегося жилья. Обеспечивает возможность и обеспечивает надежность в отопительный период выдавать тепло в полном объеме в соответствии с принятыми заявками. Рустаму Миниханову показывают и сам котел. Все оборудование, которое использовали для расширения котельной, отечественное. Здесь смонтировано почти 300 тонн металлоконструкции, более 100 километров кабеля, 8 километров трубопровода. Все из завода в Подмосковье. Президенту рассказывают, в случае сбоя ремонтировать систему отопления и нагрева воды будут удаленно. Операторам помогут очки с дополненной реальностью. Все, что будут видеть они, сразу передается на компьютер сервисной компании. Это снижает количество внештатных ситуаций, потому что, согласно статистике, 30% аварии – это человеческий фактор. Вот он снижает вот этот именно человеческий фактор, убирает вот этот. Потому что, когда человек идет что-то ремонтировать, за ним помогает ему или контролирует его удаленный эксперт, он не даст ему нарушить инструкцию. Показывают Рустаму Миниханову площадку резервного топлива. 5 миллионов квадратных метров смогут отапливать на протяжении пяти дней без подвоза топлива. На модернизацию Татэнерго вложила более 1 миллиарда рублей инвестиций.